Вас может сейчас обволакивать иллюзия, что этот материал посвящен тому, как детей воспитывать. Нет, бросьте. Этот материал посвящен тому, как воспитывать себя. Помните, единственный материал, из которого вы можете себя строить, это вы сами в первую очередь, и об этом в том числе будет идти здесь речь, о том, как воспитывать себя. Итак, где я застрял? Конечно, название должно быть привлекательным, чтобы узнать пространством каких ответов будет этот урок на вопросы, которые я даже и не задавал ранее. Поэтому вы можете смело обзавестись вашими конспектами, чтобы какие-то пометочки для себя делать. Как теоретический материал, так и практический материал для самостоятельной тренировки здесь будет звучать. Вы же знаете, новые идеи слабее старых привычек. Об этом в том числе будет идти здесь речь. Или 8 стадий развития личности по Эрику Эриксону. Ну что, мои дорогие, с вами Альберт Сафин. Будем вгрызаться в этот материал? Да, почему бы и да. Поехали. Первое. Доверие или недоверие. Имеет важное значение то, а в каком пузыре реальности формируется наш малыш, который в дальнейшем будет разрезать пространство воздуха и времени, уже будучи взрослым. Не так ли? Так давайте теперь будем с вами просматривать. Вот он вылупился. И что же с ним дальше? Ведь вы знаете, в чем бы человек ни был уверен, он всегда будет жадно искать подтверждение своим убеждениям. Поэтому неблагодарное это дело, кого-то в чем-то пытаться переубедить. Так давайте же посмотрим, а в какие моменты жизни человеческой наш дорогой друг-человек впитывает в себя эти установки, чтобы потом в дальнейшем жадно искать им подтверждение. Итак, доверие или недоверие. Это период жизни от нуля до первого года. Смотрите, эта стадия жизни человеческой охватывает первый год его жизни. И на этой стадии идет созревание сенсорных систем. Конечно, плавно они у нас обучаются взаимодействовать с окружающим миром, с собой, друг с другом. Развивается срение, звук, обоняние, вкус, тактильная чувствительность. И человек испытывает жажду новых впечатлений, он осваивает мир. И его сенсорный голод здесь в том числе никто не отменял. Ведь есть такая метафора, что в зависимости от того, какими стимулами сформирована нервная ткань малыша, особенно в первые годы его жизни, то в дальнейшем покинув детство, он бессознательно конструирует такие события, чтобы снова и снова эти же самые стимулы для утоления своего голода привычным рационом получать. И для подтверждения своих убеждений в том числе. Итак, он жадно впитывает в себя, подобно сухой губке, стимулы внешнего мира. Жадно в себя впитывает. И чем более юным является наш герой, тем более жадно он это делает. И на этой стадии, как и на всех последующих, есть два пути развития. Позитивный и негативный. Выше прозвучала фраза, что в зависимости от того, какими стимулами сформирована моя нервная ткань, то в дальнейшем, покинув детство, я создаю такие события, чтобы получать те же самые стимулы и утолять сенсорный голод привычным рационом, и находить, искать и находить подтверждения своим привычным убеждениям. Здесь нервная ткань – это метафора в первую очередь. Простейший пример. Если малыш с детства привык чувствовать себя виноватым, он в дальнейшем будет создавать такие взаимоотношения, чтобы это чувство вины эксплуатировать снова и снова. Это как метафора, гипотеза. Конечно, это все, грубо говоря, но простым карандашом на полях записать можно, чтобы задаваться вопросом, в очередной раз оказавшись, например, в какой-то неприятной ситуации. Вопрос следующий. Как я ее создал? И не создал ли я ее специально, чтобы иметь возможность сейчас эту привычную негативную эмоцию испытывать? И что я выбираю вместо этого? И какой мой тогда первый шаг для этого? Ведь вы знаете, несчастливый человек не знает, каково это быть счастливым, и человек счастливый не знает, каково это быть несчастливым. Поэтому имейте в виду, для решения любой проблемы не бывает лишним знать, а что вместо нее вы выбираете, как бы вы хотели, чтобы было. Альберт снова куда-то уходит в сторону. Плавно возвращаемся в коридор нашего урока. Итак, позитивный и негативный. Давайте же посмотрим. Помните, да, есть соблазн начинать думать о том, что этот урок о воспитании, о взаимодействии с другим. Этот урок, в первую очередь, о воспитании себя, о взаимодействии с собой. Готов ли я разрешить себе, этому миру и себе в нем доверять? Это же позиция силы. Когда со всеми все в порядке, когда со мною все в порядке, я в порядке и другие люди в порядке. Это не обязанность принимать такую позицию, это добровольно взятое на себя обязательство. Это сильная позиция, которую тренировать в себе как минимум выгодно, но не так просто, но можно. Позитивный путь. Ребенок получает все, что хочет. От нуля до первого года. Все потребности ребенка быстро удовлетворяются. И в итоге мир для него – это уютное место, где людям можно доверять. И это ощущение внутреннего благополучия он выносит с собой на всю свою жизнь. И радостно это внутреннее ощущение благополучия несет. От нуля до первого года жизни его он не пребывал в дефиците. Он знал всегда – мама, папа рядом. Понимаете, да? Конечно, у него еще такого конструкта, как мама, папа нет. Но вот этот большой, теплый, нежный организм, к соске которой можно, значит, что сделать? Присосаться основательно, что еды в достатке. Тепло, комфортно, сухо, безопасно, хорошо. Создание комфортных условий в жизни. Ведь зачастую человек, даже будучи взрослым, дееспособным, зарабатывающим деньги, делает все для того, чтобы создавать для себя некомфортные условия своего пребывания. На земле и в жизни. Это важный момент. А готовы ли вы разрешить себе создавать комфортные условия в вашей жизни? Я разрешаю себе создавать комфортные условия в своей жизни. Так организовать свою жизнь, чтобы и сну было время, и за питанием следить. И чтобы организм мой был моим союзником. Когда я доверяю своему организму, прислушиваюсь к нему, я не закидываю его двадцатью порциями эспрессо в день и отсутствием сна. Мне не нужно заставлять себя чувствовать то, что я чувствовал тогда, в свои восемь месяцев. Понимаете, да? Здесь это, конечно, как метафора, в первую очередь. Поэтому создание комфортных условий жизни, пребывание в доверии со своим телом, прислушиваясь к своему телу и физических нагрузок немножко в жизнь свою можно добавить. И внимание к питанию в виде сложных углеводов, клетчатки и белков тоже можно добавить. И внимание ко сну тоже имеет важное значение. Ведь зачастую наше тело управляет нашими мыслями. Зачастую, в зависимости от того, какие у меня ощущения оттренированы, они диктуют мне мой сценарий жизни выражением моего лица, взаимодействуя с другими людьми. Разве не так? И в итоге мир – это уютное место, где людям можно доверять. Это позиция силы. Я принимаю решение людям доверять. По умолчанию с ними все в порядке. Я готов делать первый шаг навстречу им и демонстрировать свое намерение быть по-настоящему полезным. С кем это созвучно? Хорошо, я приглашаю вас. С кем нет, ничего страшного. У меня нет задачи заставить всех людей перестать страдать. Но это я юморю, конечно. Какой текст, таков читатель. Каждому свое. С кем-то Альберт может быть созвучен, и это прекрасно. Он в доверии делает первый шаг. А с кем нет, ничего страшного. Можно держать на дистанции друг друга. Я не заставляю никого даже этот материал изучать. Поэтому в итоге мир – это уютное место, где людям можно доверять. Это не так объективно. Это так субъективно. Мы можем принимать такое решение и выбирать в это верить. Как вы думаете, что будет более приятно? Во что верить? Что мир – это опасность, где на каждом углу меня подстерегают обманщики, которые так и норовят. Ведь вы знаете, если человек уверен в том, что все бабы дуры, он будет приглашать в свою жизнь таких женщин, чтобы в очередной раз найти подтверждение. Я же говорил. И наоборот, если он уверен в том, или она уверена в том, что все мужики – козлы, то в данном случае будет абсолютно то же самое. А в чем выбираю быть уверенным я? В чем выбираете быть уверенным вы? Мир каков для вас? Мы не можем вернуться сейчас в историю нашей жизни, когда вам было, например, 4 месяца, чтобы тогда, когда ребенок плакал, ожидая, когда мама из кухни придет, а она не слышала из-за работающего миксера, например, ему чего-то не хватило тогда. Она не придет прямо сейчас. Вам уже далеко не 4 месяца. Но вы можете сами принять это решение. Будете доверять миру и себе в нем. Или не будете. Зависит, конечно, от вас. Заставлять не будем. И, конечно, новые идеи слабее старых привычек, как я уже выше и проговаривал, это лишь как пища для размышлений. Итог позитивного пути. У ребенка вырабатывается способность формировать теплые, глубокие, эмоциональные, доверительные отношения с другими людьми. Оптимизм по жизни. Что бы ни произошло, я готов вынести все. Ресурсов достаточно. Внутренняя батарейка заряжена. Психобиологические резервы не истощаются. Они есть. Тоже это важная тема. Быть внимательным к тому, что в течение дня вы чувствуете, как вы себя заряжаете. Начать хотя бы со сна. Это имеет важное значение. Не надо заставлять себя страдать, отправляясь спать как можно позже, зная, что рано утром вставать. Иметь возможность пораньше уснуть, это я бы сказал вопрос элит. Это можно позволить себе только тот, кто хорошо над собой работает. Организуйте свою жизнь таким образом, чтобы иметь возможность чуть пораньше отправиться спать. Когда вы спите, ваш организм восстанавливается. Доверьте ему выполнять его дело. То, что можно сделать во сне с точки зрения восстановления, невозможно сделать наяву. Хотя и там, и там сон в той или иной степени, разве не так? Итак, я разрешаю себе создавать теплые, глубокие, доверительные взаимоотношения с другими людьми. Если бы маленький ребенок умел говорить, он бы сказал, я любим, я чувствую заботу, я чувствую надежность. И согласитесь, это вопрос внутреннего восприятия сейчас для взрослого человека, совершеннолетнего. Зачастую такого человека могут окружать очень теплые, близкие люди, но у него в голове его все обманывают. Это же, вы же знаете, что человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. И зачастую, какие именно представления у него выгравированы на внутренние стенки черепа, можно вырезать этот кусочек и поисследовать, как часто проговариваю я его в пространстве своих материалов. Так вот, человек живет не в реальном мире, а в мире своих представлений о нем. И в зависимости от того, что написано там, на внутренней стенке сосудов и черепа, и это определяет то, что человек ищет и что он жадно находит в своей жизни, чтобы этим представлением найти подтверждение. На театре его жизни роли остаются, актеры их исполняющие меняются. Какие роли вы выбираете оставить? Какую роль вы выбираете играть сами? А если не играть? Я любим, я чувствую заботу и надежность. Я разрешаю себе быть тем, который любим, который чувствует эту заботу и надежность. И в то же время я выбираю их создавать. Ведь связи всегда двухсторонние. Может ли человек почувствовать заботу, надежность, любовь, если он сам их не излучает? Не может, я думаю. Связь здесь всегда двусторонняя. Это не будет лишним учитывать. Может ли человек почувствовать в своей жизни благодарность и уважение, если это у него эти способности ампутированы и не оттренированы? Нет. Поэтому одно дело тренировать свою способность, эту благодарность, это доверие, эту заботу, надежность чувствовать, чтобы хотя бы малейшую вероятность создать того, что это в жизни будет. Ведь мы можем создавать только такие события в нашей жизни, под которые у нас оттренирована способность, соответствующие чувства, переживания, эмоции, проживать. Как-то особо лирический какой-то этот урок, но ничего, пусть они бывают такие разные. Негативный путь. В центре внимания мама не ребенок, а уход за ним или воспитательные меры, или собственная карьера, разногласия с родственниками, тревоги разнообразного характера и так далее. Да, в особенности, когда детей рожают, чтобы брак спасти, или чтобы, наконец, замуж взял. Это очень важная тема, которую необходимо учитывать. Крайне грустно, когда дети рожают детей, даже когда этим первым больше 30 лет. С возрастом редко приходит мудрость, в основном только морщинки и старость. Поэтому важный момент заключается в том, что перед тем, как этим заниматься, приглашать людей в свою жизнь, новых детей, нужно сначала ребеночком быть перестать, ответственной за свою жизнь взять, себя строить. Ответственность, кстати, это такая позиция, когда человек понимает, что он сам является причиной всех следствий в своей жизни. Но в пределах разумного, конечно, это касается совершеннолетних, здоровых, живых, дееспособных людей. Итак, итог негативного пути. Формируется недоверие, подозрительность, боязливость к миру и людям, пессимизм. И это важные темы, потому что это недоверие, подозрительность, боязливость к миру и людям, если они есть, и этот пессимизм. Разве я их выбрал когда-то? Это же своего рода защитная реакция, которая не могла не дать себе воли, учитывая то, в каком пузыре реальности пребывал тогда я. Разве не так? Но раз я в этом отдаю сейчас сознательный свой отчет, то я же могу выбирать, с чем попрощаться, а что в жизнь свою приглашать, разве не так? Что выбираете вы? И базовый вопрос здесь и ответ на него, могу ли я доверять миру, способен ли я доверять миру. Вопрос не в том, способен ли мир быть тем местом, которому я могу доверять. По умолчанию да, а способен ли я, это позиция силы, силы миру доверять, что бы ни было за плечами, готов ли я миру доверять. Можно поисследовать эту мысль. Я разрешаю себе доверять миру, делать первый шаг. Мне симпатична девушка, почему бы не сделать первый шаг, чтобы с ней познакомиться. Это вопрос доверия миру. Симпатичен молодой человек, то же самое, почему бы и нет, это вопрос доверия миру. Меня интересует компания, где я хочу работать, я делаю первый шаг, я доверяю миру. Даже если меня пошлют куда подальше, это не заставит меня усомниться в этом доверии. Они могут мне дать, они вернее могут мне давать это послание куда дальше. Но дадут они его мне или нет, зависит от того, возьму ли я. Но я выбираю не брать, я миру выбираю доверять. Это внутреннее отношение к себе и к происходящему. Когда вы разрешаете себе миру доверять и себе в нем в том числе делать первый шаг. Поэтому подумайте, а когда вы эту мысль, знаете, возбуждаете ею ваши кончики, ваших нейронов, когда вы тот, кто разрешает миру этому доверять, то какой первый шаг рождается у вас в мыслях ваших, которые вы так и хотели сделать давно, но не делали, потому что не доверяли достаточно. Почему бы не сделать? Вы знаете, здесь можно вспомнить популярные статусы в социальных сетях. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и жалеть всю жизнь. В общем, здесь, а что для вас значит доверие миру? Когда вы сформировали доверие к миру, когда вы чувствуете, что вы любимы, вы чувствуете заботу, надежность. И мир для вас это уютное место, где людям можно доверять. То, что исходя из этого, уже в ближайшее время вы выбираете сделать из этого доверия. Ну что, мои дорогие, наш пупсик растет, растет наш дорогой малыш. Итак, второй этап. Самостоятельность или нерешительность? От двух до трех лет. Эта стадия охватывает второй и третий годы жизни. Вторая стадия развития личности состоит в формировании и отстаивании ребенком своей автономии и независимости. Она начинается с того момента, как ребенок начинает ходить. На этой стадии ребенок осваивает различные движения, учится не только ходить, но и лазать, открывать и закрывать, держаться, бросать, толкать. Радуется тому, что может управлять своим телом, чувствует, как влияет на действительность вокруг него, замечает, как внешне реагирует на него. Это же тоже, представьте, какую власть с радостью он начинает чувствовать. Когда у него не получалось стоять, но после 10 564 попытки, наконец, ему удалось, оперевшись на кроватку свою, на стеночку ее, встать своими маленькими ножками. Дети наслаждаются и гордятся своими способностями, и стремятся все делать сами. Важно не мешать им это. Позитивный путь. Родители дают возможность ребенку делать то, что он в состоянии делать. Не ограничивают его активность, поощряют ребенка. В то же время родители должны ненавязчиво, но четко ограничивать ребенка в тех сферах, которые являются опасными для самих детей и окружающих. Ну, чтобы из розеточек, как минимум, не торчали вилки. Да, то есть не создавать опасных ситуаций. Создать пространство достаточно комфортным, чтобы в этом пространстве не было возможности дикий дискомфорт испытать, даже если постараться. Ребенок не получает свободу, его свобода ограничена. Да, потому что в этой ограниченной свободе здесь он руководствуется свободой в своем теле, обучаясь тому, как ползать, ходить, хватать. Итог позитивного пути. У ребенка появляется самостоятельность, автономия, вырабатывается ощущение, что он владеет своим телом, так же, как вы владеете своим телом. Это ваше тело, и вы им владеете. Вы можете контролировать процессы в вашем теле. Вы можете быть спокойными, даже когда вас провоцируют на гнев, об этом в том числе. Вы можете не клевать на крючки манипулятивного характера, потому что вы контролируете ваше тело. Об этом это в том числе. Своими стремлениями в значительной степени владеет своей средой. Маленькая поляна, но своя, уже у малыша формируется, которые являются своего рода метафорично частью его тела, где он контроль имеет. Закладываются основы свободного самовыражения и сотрудничества. Вырабатываются навыки самоконтроля без ущерба своей самооценки. Воля. Мама, посмотри, как здорово получается. Я владею своим телом. Я умею контролировать себя. Как здорово у тебя это получается. Умница, молодец. Как хорошо ты выговариваешь первые свои слова. Продолжай в том же духе. У тебя так хорошо это получается. Когда он получает это подкрепление, когда у него есть это пространство, в котором вы можете уже функционировать свободно, зная, что это пространство безопасно, чувствуя это, все хорошо и все под контролем. Негативный путь. Родители ограничивают действия ребенка, родители нетерпеливы, а не спешат сделать за ребенка то, на что он и сам способен. Родители стыдят ребенка за нечаянные проступки, разбитые чашки. Как ты мог? Тебе что, не стыдно, что ли? Он вообще не понимает, что ему говорят. Но эмоцию улавливает и сухой губкой впитывает это в себя, чтобы потом также своим передавать то же самое детям в дальнейшем и нести с собою эту эмоцию изо дня в день в год. Либо наоборот, когда родители ожидают, что дети сделают то, что они сами еще сделать не в состоянии. Да, должна быть, знаете, такой гармоничный коридор между тем, что человек может и тем, какие требования к нему выставлены. И так далее. Чем больше он может, тем выше эти требования. Чем выше требования, чтобы тем больше мог. И здесь важен баланс, когда большая сила требует большой ответственности. Итог негативного пути. То есть нет необходимости у маленького трехлетнего малыша ждать, что он будет читать наизусть Ромео и Де Жульетту с выражением. Итог негативного пути. У ребенка закрепляется нерешительность и неуверенность в своих способностях, сомнения, зависимость от других. Но я же хорошо это сделал, но у меня же получается. Закрепляется чувство стыда перед другими. Закладываются основы скованности поведения, малой общительности, постоянной настороженности. Мое тело плохое, и я сам плохой. Я должен очень тщательно контролировать все, что я делаю. Хочу быть самостоятельным, но боюсь, что у меня не получится. Вопросы здесь следующие. Могу ли я управлять своим телом? Сильная сторона сила воли, чтобы это делать. И смотрите, важная тема, что делать с этим сейчас? Осваивать музыкальный инструмент. Я помню, как много радости вошло в мою жизнь, когда в 19 лет я начал заниматься барабанами. Выполняя рудименты, играя в данном случае тренировочные упражнения под метроном или под музыку, принимая участие в репетициях с коллективами, замечая, как сегодня я продвигаюсь дальше и дальше, чем я мог исполнять вчера, как я могу плавно усложнять свои партии, как я могу играть в клик, в метроном и четверти отстукивать левой ногой, в то время как правый рисунок свой на бас-барабане, на правой и левой руке тоже свои. Это все дает чувство этого контроля, когда вы можете контролировать ваше тело. Вы выполняете сложные координационные упражнения. Поэтому поисследовать возможность изучения музыкального инструмента, если это вам близко. Либо, например, секции единоборств или обучаться плаванию с тренером. То есть, когда вы можете сейчас заниматься тем или танцами, если вам интересна эта история, какой-то деятельностью, в которой вы можете наблюдать, что вы контролируете вашим телом, что оно слушается вас. Оно слушается вас. Понимаете? Это важная тема. Когда, например, левой ногой четверти, тихонько, правой рукой восьмерки. Понимаете, да? Если, например, вы выполняете упражнения, сидя за барабанной установкой. Посмотрите, что было бы вам здесь интересно выполнять и в чем практиковаться, чтобы замечать, как тело слушается вас. Тема заключается во владении музыкальным инструментом не в процедурной составляющей, что вы будете всегда играть на этой флейте. Нет. Тема заключается в том, что вы выполняете координационные упражнения, связанные с движениями ваших конечностей, с дыханием. Вы изучаете нотную грамоту, например, и вы удивляетесь, как по нотам вы начинаете исполнять, как вы тренируете свой навык чтения нот с листа и исполнения в реальном времени. Это очень возбуждает, понимаете, изнутри. Это прямо, это действительно, это возбуждает. То есть можно чувствовать, как будто новые нейронные связи формируются у вас в голове. Да? Когда я помню это ощущение, оно и сейчас приходит ко мне, и в том числе записывая и этот урок. Когда в данном случае я как бы продолжаю играть за барабанами, понимаете? В данном случае, конструируя речью, предложение, да, продумывая параллельно, о чем говорить дальше, какие можно смыслы отсюда извлечь, что можно сделать известным, что может быть полезным. Это то же самое, что, играя за барабанами, продумывать о том, чем можно будет украсить рисунок припева, когда совсем скоро я до него дойду. А в месте, где слово на гитаре, что можно добавить, это примерно все об одном и том же. Там и там чувство времени, там и там ритмичность. Поэтому это можно учитывать, когда вы в чем можете практиковаться, чтобы замечать, как лучше и лучше вы начинаете владеть телом. Помните, как я говорил выше, вы не сможете вернуться сейчас в этот период жизни от двух до трех, но вы можете сейчас что-то добавить в свою жизнь такое, чтобы проживать и этот период в вашей жизни сколько бы вам лет ни было. Возьмем на вооружение и двигаемся дальше. Шаг 3. Инициатива или чувство вины. 4-5 лет. Другие варианты перевода предприимчивость и неадекватность. Дети в возрасте 4-5 лет переносят свою исследовательскую активность за пределы собственного тела. Они пытаются стать независимыми и исследовать границы своих возможностей. Они узнают, как устроен мир и как можно на него воздействовать. И мир для них состоит как из реальных, так и из воображаемых людей и вещей. Позитивный путь развития. Если исследовательская деятельность детей в целом эффективна, они научаются обращаться с людьми и вещами конструктивным способом и обретают сильное чувство инициативы. Это уверенность делать первый шаг. Родители, поощряя энергичные и самостоятельные начинания ребенка, какой молодец, у доски сегодня выступал со стихотворением и рассказывая про своего динозаврика, молодец, так держать, здорово. Признавая его права на любознательность и фантазию, здорово, что тебе это интересно, способствует становлению инициативности, расширению границ независимости, развитию творческих способностей. Чувствуете, это имеет очень важное значение. Как много людей запрещают себе заниматься любимым делом и преуспевать в нем. Это в том числе об этом здесь, когда он вступает на негативный путь развития. Но ничего, что с этим делать можно сейчас, в том числе мы затронем. Близкие и взрослые негативный путь развития, жестко ограничивающие свободу выбора, чрезмерно контролирующие и наказывающие детей вызывают у них слишком сильное чувство вины. И дети, охваченные чувством вины, пассивны, скованы и в будущем мало способны к продуктивному труду. Да ничего не получится все равно. И фразы родителей «Тебе нельзя, ты еще маленький, не трогай, не смей, не лезь куда не следует, у тебя все равно не получится, да я сама, смотри, как мама из-за тебя расстроилась». Как бы, с одной стороны, как важно создать какую-то деятельность и поощрять успехи малыша в ней, это может быть очень простейшая деятельность, а с другой стороны, ответ на вопрос себе, могу ли я стать независимым от родителей. Сильная сторона здесь цель. И смотрите, а что может быть целью для вас? Какой-то простейший, начинать надо с малого. Например, целью может быть для вас что? Начинать откладывать деньги, чтобы формировать финансовую подушку и наблюдать, что вы умеете создавать разницу между вашими доходами и вашими расходами. А ведь зачастую у обывателя его расходы или такие же, как и его доходы, или даже бывают больше. А важно так организовать свою жизнь, чтобы ваши доходы были больше ваших расходов, чтобы вы имели возможность откладывать ваши средства на финансовую подушку, например, чтобы иметь уверенность, что если что-то случится с текущей работой, у вас есть возможность продумать плавно, что делать дальше, чему учиться, что в жизнь свою с точки зрения ваших компетенций добавлять. Какие такие цели для себя вы можете строить здесь? Разрешить себе быть независимым от родителей? Может быть, съехать от родительского дома? Тем более, когда вам уже давно, 35. Ладно, я к тому. Тем более, съехать от родительского дома. Да, может быть, что-то скромное, но на свои деньги, честно зарабатываемые, вами снимать. Комнату в коммунальной квартире поскромнее. Но когда вы начинаете чувствовать, что вы эту независимость обретаете, что вы начинаете самостоятельно вести свое хозяйство и быт, это важный этап нашего развития. Когда мы начинаем понимать, что мы можем сами в этом большом мире, где мы такие маленькие, но мы можем сами быть капитаном на маленьком корабле, чем на большом корабле непонятно, даже не увидеть без микроскопа, кто там бегает. Это тоже важно учитывать здесь, когда я разрешаю себе быть независимым от чего бы то ни было. Независимым от чего бы то ни было. Вопрос дистанции, контроля. И вот здесь человек, и мы приглашаем его взять контроль над своей жизнью, когда он принимает на себя позицию ответственности и начинает считать себя причиной всех следствий в своей жизни. Если раньше он мог обвинять окружающих людей в своих бедах, это пробки виноваты, что я опоздал, это начальник плохой, что не заплатил сполна, то теперь он понимает, а как я создал такую ситуацию, чтобы оказаться вот в этом пузыре реальности, что я выбираю вместо этого, и что может быть моим первым шагом, чтобы жизнь свою менять. И как? И когда я начну? Уже в ближайшее время. Идем дальше. Плавно, взяв на себя ответственность. Давайте смотрите. Сначала это внутреннее чувство доверия миру. Да, я любим, я окружен заботой. И как минимум, наше тело предоставляет нам эту заботу. Давайте присмотримся к нему. У нас есть кожаный покров здесь, который оберегает нас. И если я случайно поранюсь где-то, то мой кожаный покров начинает регенерировать ткани свои. Если я затронул только эпидермис, например, то даже шрамика не останется. Если порез поглубже, шрамик будет напоминать о себе иногда. Тоже это важно учитывать, как ваш кожаный покров о вас заботится. Здесь вопрос не в том, чтобы слюни и слезы пускать. Я такая бедняжка. Нет. Обратите внимание на ваш организм. Это чудо, которым вы оснащены, которое уже о вас заботится. Почувствуйте в тепле и в сытости эту заботу и надежность. Прислушайтесь к вашему дыханию, к процессам, протекающим в вашем организме. Как много параллельно их происходит. Наверное, такую даже цифру сложно подобрать. Представьте, этот плод трех с половиной миллиардов лет эволюции примерно жизни на земле и практически весь ее путь мы в себе содержим. Это что, недостаточная забота? Второе, это самостоятельность здесь или нерешительность. Когда я могу управлять своим телом, у вас есть тело, вы можете им управлять, вы обладаете волшебной способностью создавать способности. мне не нужно прикладывать усилий сознательных, чтобы воду, которую я сейчас выпил, да, чай вернее, принимало участие в обмене веществ. Это происходит все самостоятельно, автономно. Это уже достаточная забота, и вот этот скафандр эту заботу мне оказывает. Управлять своим телом, независимость. трудолюбие или чувство неполноценности от 6 до 11 лет. В возрасте от 6 до 11 лет дети развивают многочисленные навыки и умения в школе, дома и среди своих сверстников. Это чувство их «я» значительно обогащается при реалистичном росте компетенции ребенка в различных областях. Когда он обучается чтению, он не может не начинать радоваться тому, да, ему может это не всегда нравится, как он может складывать из вот этих вот закорючек слоги, из слогов слова и слов предложения. И как важно это подкреплять и обращать его внимание на то, как это здорово у него получается. И в управленческом процессе, и в педагогическом, и в воспитательном это все необходимо учитывать. Когда стажер, например, делает свои успехи, обзванивая, например, текущую клиентскую базу, информируя их о новой линейке услуг, и есть благодарные люди на другом конце провода, которые рады снова к вам обратиться. Этот стажер чувствует свою победу, как у него получается, как важно ее закрепить в нем, показав, как он умеет делать. В каждый момент времени все люди вокруг вас это и дети в том числе. Кажется, что их скафандр уже стар, и они такие взрослые, но в каждый момент времени в них сидит малыш. И здесь, грубо говоря, с одной стороны 8 стадий развития личности, но с другой стороны это 8 векторов, которые мы учитываем, взаимодействуя с другим человеком в каждый момент времени, предоставляя ему комфорт, заботу, чувство надежности и понимание того, что у него получается. Чувствая ребенок задает себе вопрос, а способен ли я? Ты способен? Позитивный путь развития. Когда детей поощряют заниматься любимым делом, учиться новым навыкам, мастерить, готовить, заниматься рукоделием, даже если у них не так хорошо и аккуратно получается. Когда им разрешают довести начатое дело до конца, хвалят и награждают за результаты, тогда у ребенка вырабатывается умелость и способности к техническому творчеству. Хвалят и награждают за результаты. А это же бывает так, малыш показывает маме поделку, сделанную в садике, и она начинает обесценивать этот труд. Ты что, не мог поровнее вот здесь эту линию вырисовывать? Скорее всего, либо в дальнейшем он будет гнаться за этим недостижимым идеалом, либо даже и начинать ничего не будет. Негативный путь развития родителей, которые видят в трудовой деятельности детей, одну было в ствое почкотню. вместо «ум как интересно у тебя получается», способствуют развитию у них чувства неполноценности. Чувства компетентности и трудолюбия у ребенка также сильно зависят от школьной успеваемости. Если школьник усваивает учебный материал медленнее, чем сверстники, и не может с ними соревноваться, то непрерывное отставание в классе развивает у него чувство неполноценности. И обратите внимание, силу активных ожиданий никто не отменял. Какой родитель будет говорить, наблюдая плод творчества своего ребенка, что это баловство почкотня и мог бы лучше? Тот, который изначально видит своего малыша не в порядке, таким, у которого ничего не получится. И чтобы дать возможность родителям найти подтверждение этому их убеждению, он будет специально как можно хуже обучаться здесь в школе, чтобы они сказали «Ну я же говорила» или «я же говорил». Все большее значение приобретает, а самое коварное, что и их родителям, скорее всего, примерно то же самое заклинали когда-то. Все большее значение приобретает сравнение себя со сверстниками. В этот период особенно сильный вред наносит негативное оценивание себя по сравнению с другими. Ответ на вопрос «А способен ли я?» Сильная сторона компетентность уверенности. Это важная тема. Вот здесь смотрите. Могу ли стать независимым от родителей? Если мы будем переводить это в текущую действительность. Да. Очень важный момент здесь, например, когда уже малыш, человек, подросток, будучи постарше, начинает самостоятельно зарабатывать свои первые деньги. Как это в нем подкрепляется? Когда он самостоятельно, например, покинув школу, обучаясь в колледже или в институте, получает свои первые хорошие оценки, как это в нем подкрепляется, эти его победы, которые он уже производит на независимой территории. Понимаете? То есть не тогда уже, когда с палкой стоят рядом, заставляя его «Нет, бросьте», а когда он уже сам. Это чувство радости от первых заработанных денег. Вы помните его? Возвращаетесь к этому чувству, тренируйте его в себе, заботьтесь о нем, усиливайте его. Это важно, это чувство радости от первых заработанных денег. Это чувство радости от первой пользы, которую вы принесли другому человеку, наблюдая радость в его глазах и благодарность. Это тоже важные чувства, их важно захватить и развивать их в себе, как бы следовать за ними плавно, обогащая свое мастерство. Это вопрос компетентности и уверенности. Какой человек является уверенным? Тот, кто, оборачиваясь назад, видит подтверждение тому, что он может, что вы можете. Начните с малого. 5. Идентичность или смешение ролей 12-19 лет. До наступления юности дети узнают целый ряд разных ролей. Ученика или друга, старшего брата или сестры, ученика спортивной или музыкальной школы и так далее. В отрочестве и юности важно разобраться в этих различных ролях и интегрировать их в одну целостную идентичность. Подросток ищет уверенность, безопасность. Он стремится быть похожим на других подростков своей возрастной группы. Да, человек существо стайное, и эта функция не может в нас не работать. Она работает, она древнее нас с вами вместе взятых, и здесь важно это учитывать. У него развиваются стереотипные поведения и идеалы, и он часто вступает в различные группировки или кланы. Группы равных очень важны для восстановления самотождественности. Это вторая важная попытка развития автономности после второй стадии, и она требует бросить вызов родительским и общественным нормам. Какой тут может быть негативный путь развития, когда юноши и девушки ищут базисные ценности и установки, охватывающие все эти роли. Если им не удается интегрировать стержневую идентичность или разрешить серьезный конфликт между двумя важными ролями с противоположными системами ценностей, результатом становится то, что подросток становится недоверчивым, стыдливым, неуверенным, исполненным чувство вины и осознания своей неполноценности. Тут важный вопрос, а кто я есть и чему я могу быть уверен. Плавно формируется и этот стержень наш внутренний. Понимаете? Это тоже важно учитывать здесь, и поэтому здесь бывает полезным подумать, а кто я? И вы знаете, здесь могут быть полезны следующие открытые вопросы. Какие открытые вопросы могут быть здесь полезны? И вы знаете, это те открытые вопросы, на которые невозможно ответить, на них можно только отвечать. Здесь является ключевым не результат в виде ответов, а сам путь, сам процесс поиска ответов на эти вопросы. С точки зрения этой идентичности поисследовать можно, во-первых, сквозь призму какого контекста вы будете это исследование производить, например, сквозь призму вашей профессиональной деятельности. Кто я? Что я делаю? Для кого я это делаю? Что эти люди хотят и в чем они нуждаются? Именно здесь речь идет о вашей целевой аудитории и что они получают от этого и как они меняются в результате. И смотрите, это вопрос не профессии, это вопрос можно сказать этого предназначения, потому что давайте представим, кто я? Лекарь человеческих сердец. Что я делаю? Штопаю раны на сердцах других людей. Для кого я это делаю? Для тех, у кого сердце изранено. Видите, я сейчас отвечаю на эти вопросы метафорично. Что эти люди хотят и в чем они нуждаются? В работающем моторе и в радости от жизни. Что они получают от этого? Как они меняются в результате? У них мотор работает и наилучшим образом жизнь течет. И смотрите, человек ответивший на эти вопросы таким образом, он может быть кардиологом, может, а он может быть юристом, юристом, он может быть, конечно, а он может быть менеджером по продажам, тоже может быть. Видите, это вопрос не профессии, тема предназначения, например, да, этой личной миссии, это вообще не вопрос профессии, это вопрос этого вашего личного мифа, ваших смыслов, которые вы вкладываете в вашу деятельность, и это вопрос вот этого периода с 12 до 19 лет. Конечно, нет необходимости уже точно тут понимать, что к чему, но это внутренняя чуйка и чутье, чем вы выбираете заниматься, не с точки зрения профессии, понимаете, а с точки зрения этого намерения, которое вы несете, это может быть полезным. Что для этого можно делать? Раз в неделю откладывать, посвящать 40 минут времени ответом на вот эти вопросы по вот этим пяти пунктам. И вы удивитесь, что, скорее всего, уже в девятый раз, обращаясь к этим вопросам, у вас не сможет не приходить понимание, как эти смыслы могут звучать у вас. Здесь тема не в том, чтобы быстренько ответить на эти вопросы, нет, это путь в первую очередь, это путь. Даже в отношении этого урока, ну, можно ли было бы мне в рамках одной минуты спрессовать все, о чем я говорю в пространстве этого урока? Теоретически содержательно да, но ценность этого материала в том числе именно в том, что он проживается. Игрой звуков здесь метафор, образов и смысла хотелось бы. Это важно учитывать. Поэтому вот эти вопросы могут быть полезны. И помните, все эти пути и шаги никто кроме вас не сделает. Это ваша ответственность этим заниматься. Не надейтесь, что прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения вас поздравит и еще оставит вам в подарок 500 эскимо. Забудьте об этом. Этого не будет. Не надейтесь на чудо, что придет волшебник и вас спасет. Что придет принц и поцелует вас и разбудит от вечного сна. Забудьте об этом. Особенно если человеку уже давно 52 и ожидает приход этого принца. Но уже пора подумать, что может быть принц не придет. Может быть принца мне необходимо конструировать самому или самой. Понимаете, да? И здесь принц это метафора. Вот я когда-нибудь выиграю в этой лотерее и заживу по-настоящему. Нет. Ну что, вопросики мы с вами сформулировали здесь записав. Далее, 6. Близость или изоляция 20-25 лет. В поздней юности и ранней взрослости центральным противоречием развития является конфликт между близостью и изоляцией. Близость включает в себя нечто большее чем сексуальную близость. Близость это создание доверительных искренних честных прозрачных взаимоотношений. Это также как сокровенное чувство которое мы испытываем к супругам друзьям братьям и сестрам родителям или другим родственникам. Это способность отдать часть себя другому человеку любого пола не боясь потерять собственную идентичность. Успех при установлении такого рода близких отношений зависит от того как были разрешены пять предыдущих шагов конфликтов о которых мы говорили с вами выше. Ну конечно самым наилучшим образом. Например человеку который испытывает трудности в том чтобы доверять другим первая стадия трудно будет любить. Особенно если ему проговаривали на последующих стадиях никому не верь кроме меня все хотят тебе только плохое и только мне ты можешь доверять а бывает такое проговаривают а если человек не уверен в своей идентичности пятая стадия то ему будет трудно поделиться с другим тем кто он есть. Негативный путь развития неспособность устанавливать спокойные доверительные личные отношения или излишняя поглощенность с собой ведет к чувству одиночества социального вакуума и изоляции. погруженные в себя люди могут вступать в совершенно формальное личностное взаимодействие в своей скорлупе и устанавливать поверхностные контакты иметь тысячу друзей а это мои друзья у меня так много друзей мы же все друзья эй друзья мои дорогие друзья без проявления настоящей вовлеченности в отношения потому что повышенные требования и риск связанные с интимностью представляют для них угрозу ответ на вопрос могу ли я иметь близкие отношения сильная сторона любовь чтобы это не значило могу ли я иметь близкие отношения готов ли я разрешить себе создавать близкие отношения с другим человеком и конечно разрешая ему мне отказать не навязываясь и не заставляя мои дорогие тоже это важно учитывать эти взаимоотношения это путь в сотню шагов можно представить метафорично вы делаете один шаг второй шаг делает другой вы делаете третий четвертый шаг делает он когда вы вместе плавно движетесь друг к другу а не так что все шагов сто сделал я смотри как я ради тебя стараюсь ты что не видишь это тоже важно учитывать когда вы разрешаете себе создавать близкие отношения позволяете себе роскошь говорить что вы чувствуете не воспринимать другого человека как средство а воспринимать его уже как цель заботиться о нем 7 генеративность или стагнация 26-64 года во взрослости после того как предыдущие конфликты частично разрешены мужчины и женщины могут уделить больше внимания и оказать помощь уже другим людям заслужили прежде чем знаете во-первых невозможно спасти других спаси себя сам и вокруг тебя спасутся тысячи во-вторых своей жизнью сначала заняться не бывает лишним и только потом иметь роскошь намереваться хотя бы чуть-чуть полезным для других быть и вот и здесь когда свои конфликты частично хотя бы разрешены есть уже возможность мозговать в направлении а какую пользу и ценность можно предоставлять другим людям не из позиции дефицита а из позиции изобилия родители иногда находят себя помогая своим детям но не только продуктивность выступает как забота более старшего поколения о тех кто придет им на смену о том как помочь им упрочиться в жизни и выбрать верное направление некоторые люди могут бесконфликтно направить свою энергию на решение социальных проблем но неудача при разрешении предыдущих конфликтов часто приводит к чрезмерной поглощенности собой своим здоровьем стремлению непременно удовлетворять свои потребности только уберечь свой покой да зачастую рабу если дать немного власти он не может делать ничего кроме того чтобы множить таких же рабов и вот так и здесь если предыдущие шаги развития своего он не прошел наилучшим образом то здесь даже оказавшись у кормушки например или у власти какой бы то ни было он может только упиваться ею понимаете играя в малыша застряв на одном из предыдущих этапов тоже это важно учитывать что я собираюсь делать с оставшейся жизнью сильная сторона забота как я выбираю жизнью своей распоряжаться да в любой момент времени если меня украдут инопланетяне какой будет у меня как бы предпоследняя мысль в данном случае да вот это тоже важная тема с каким чувством просыпаюсь я утром и с каким чувством плавно возвращаюсь я в сон это внутренний покой и это спокойствие да что покой во мне и все хорошо и это зачастую вопрос этого внутреннего состояния ну и зачастую это отражение на зеркале которое отражает происходящее в вашей жизни что создаете вы в ней поэтому здесь может быть полезным например и на предыдущих шагах это сформулировать список незавершенных дел невыполненных обещаний и уже закрыть эти обещания либо пересогласовать их либо выполнить их и дела незавершенные тоже завершить их в отношении которых вы давали соглашение это важная тема которую необходимо учитывать здесь и думать уже о том плавно опираясь в том числе на вопросы о которых речь шла выше а кто вы что вы делаете для кого в чем эти люди нуждаются и как они меняются в результате взаимодействия с вами и чему вы выбираете вот с точки зрения этого вашего предназначения личного мифа в вашей деятельности вашу жизнь посвятить чем бы вы ни занимались любая работа почетна когда вы делаете ее на высоком уровне 8 целостность эго или отчаяние да а но обратите внимание одно из двух генеративность или стагнация целостность эго или отчаяние близость или изоляция да и так далее давайте же просмотрим что будет у нас дальше на последних этапах жизни люди обычно пересматривают прожитую жизнь и по-новому ее оценивают если жизнь человека была наполнена смыслом и активным участием в событиях то он приходит к выводу что жил не зря и полностью реализовал то что было ему отпущено судьбой тогда он принимает свою жизнь целиком такой какая она есть но если жизнь кажется ему напрасной тратой сил и чередой упущенных возможностей у него может возникнуть чувство отчаяния очевидно что то или иное разрешение этого последнего в жизни человека конфликта зависит от совокупного опыта накопленного в ходе разрешения всех предыдущих конфликтов имела ли моя жизнь смысл да и вот для того чтобы оборачиваясь назад в любой момент своей жизни отвечать на этот вопрос да это ваших рук дело в первую очередь это ответственность отдельно взятого человека организовать свою жизнь таким образом чтобы на этот вопрос ответить да ну что сделаем резюме тогда итак первая стадия мы о ней говорили выше от рождения до года орально-сенсорная могу ли я доверять миру поддержка удовлетворение основных потребностей преемственность порождает внутреннее доверие отсутствие поддержки депривация непоследовательность непредсказуемость опасность рождают недоверие когда и вы принимаете решение во-первых в отношении другого создавать атмосферу и вот этот пузырь реальности этого доверия поддержки удовлетворения основных потребностей преемственности да когда речь идет о малыши от рождения до года чтобы у него внутренняя позиция это было окейного доверия далее стадия вторая двух до трех лет мышечно-анальная когда малыш уже начинает замечать что может контролировать свой сфинктер могу ли я управлять собственным поведением когда разумная дозволенность поддержка это порождает его чувство автономии я сам а когда гиперопека отсутствие поддержки доверия то сомнения у него стадия третья от четырех до пяти лет локомоторно-генитальная когда он уже двигается понимаете исследуя границы могу ли я стать независимым от родителей и исследовать границы своих возможностей когда его активность поощряется возможности у него есть это порождает инициативу когда возможности нет и активность не одобряется чувство вины стадия четвертая от шести до одиннадцати лет латентная могу ли я стать настолько умелым чтобы выжить и приспособиться к миру если есть систематическое обучение воспитание наличие хороших примеров для подражания и поддержки то трудолюбие если обучение плохое руководство отсутствует то чувство неполноценности стадия пятая от 12 до 18 лет отрочество и юность кто я каковы мои убеждения взгляды и позиции внутренняя устойчивость преемственность наличие четко определенных половых моделей для подражания и положительная обратная связь от внешнего мира что это формирует идентичность крепкую если цели не ясны не четкая обратная связь не определенные ожидания непредсказуемость то роли смешиваются об этом выше мы говорили с точки зрения того как можно поисследовать эту тему выравнивая ее исследуя ответы на вопросы о которых речь шла выше стадия 6 ранняя взрослость молодость могу ли я полностью отдать себя другому человеку не с позиции слабости хоть бы кто-нибудь меня спас с позиции силы порождать доверительные долгосрочные взаимоотношения когда есть душевная теплота понимание доверия это близость когда одиночество астракизм изоляция стадия 7 взрослость что я могу предложить будущим поколениям какой могу вклад внести в этот большой проект человечества когда есть целеустремленность продуктивность генеративность когда обетнение личной жизни регрессии стагнация и стадия 8 зрелость доволен ли я прожитой жизнью когда есть чувство завершенности ведь надо уметь не только начинать но и завершать чувство завершенности жизненного пути осуществление планов и целей полноцит ты и целостности то есть эта целостность эго когда нет этого чувства завершенности неудовлетворенность то отчаяние вот такая пища для размышлений предупрежден вооружен хорошо быть в теме с молоду и воспитывая себя и учитывать какие этапы и стадии проходят ваши дети родившиеся уже или еще нет имейте ввиду этот материал может быть полезным я приглашаю вас подумать о том а какие важные идеи гипотезы для себя из этого материала вы выбираете извлечь чтобы в жизни своей растворять самым наилучшим образом я вас благодарю за внимание смело пишите мне что было для вас самым полезным здесь с вами Альберт Сафин до скорых встреч мои дорогие пока альберт